Для многих ребятишек 1 сентября знаменует начало нового этапа в жизни. Они впервые перешагнут порог школы и сядут за парты. Это волнительный момент не только для первоклашек, но и для их родителей. Ведь собрать ребенка в школу требует немалого времени и финансовых затрат. И семье пригодится любая помощь в подготовке будущего отличника. В таком случае на помощь многодетным семьям уже традиционно приходят Брестская городская организация общественного объединения «Белорусский союз женщин» и Брестская нотариальная палата, которая проводит акцию «Соберем портфель к школе». Для нас, для общественности, очень важно оказать эту помощь тем семьям, целевую помощь, которым это необходимо. Это в первую очередь многодетным семьям. Это семьям, которые в этом нуждаются. Это семьям и детям, которые воспитываются без обеспечительства родителей. И важно еще тот момент, что создать праздник для детей. Для них это такой важный жизненный первый шаг, можно сказать, взрослую в жизнь. Они выпрогнуты из семейного уютного гнездышка и станут уже самостоятельны. И станут самостоятельно принимать решения, познавать знания, учиться. И очень важно, чтобы вот этот психологический барьер для ребенка был преодолен в виде сказки, в виде праздника, чтобы они на самом деле были готовы принять такое важное событие в своей жизни. Эта традиция у нас уже около 10 лет. И каждый год в преддверии 1 сентября мы собираем деток. И благодаря Белорусскому союзу женщин, которые находят тех детей, которые нуждаются в помощи, и которым мы хотим сделать праздник. И, конечно, весь нотариат Брестской области с удовольствием включается вот в эту акцию. Мы с любовью готовим все портфели. И мы очень надеемся, что хорошие ученики с нашими портфелями будут ходить в школу. Для того, чтобы идти в первый класс в полной готовности, нотариусы совместно с Белорусским союзом женщин организовали для мальчишек и девчонок настоящий праздник. Сладкий стул, разноцветные шары и, конечно же, подготовили подарки. Школьные портфели, в которых новенькие наборы ярких карандашей и пестрые краски, пластилины, разноцветные ручки, тетрадки, модные пеналы. Держи рюкзачок для тебя и городецкий Никита. Я городецкий Никита. В семье Вячеслава Хивука растет трое деток – мальчишка и две красавицы-дочки. В этот раз стать первоклассником предстоит дочке. Насколько непростая в финансовом плане задача собрать ребенка в школу, Вячеслав знает не понаслышке. А потому такая акция – это своеобразная помощь для многодетного папы. Большое спасибо этой акции. Спасибо большое Белорусскому союзу женщин, Белорусской нотариальной палате. Огромное спасибо. Я думаю, что рюкзачок поможет ребенку получать десяточки. Действительно, собрать ребенка в школу – это тяжело, так как у нас два школьника и одна девочка поет детский сад. Мы пришли на мероприятие с сыном Четырбук Николай Васильевич. У меня идет в первый класс. Довольный подарком, шикарный подарок. Такой рюкзачок, угощение. Мы очень довольны. Пришла с дочкой еще. Я очень довольна. Рюкзачок – это самый-самый такой подарок. Мы еще ничего не покупали вообще, потому что еще средина августа. Мы стараемся уже в серединке августа начинать. Ну, собираться в школу. Заветные подарки получены, вкусности почти съедены. Пришло время показать начинающим первоклашкам, как они подготовились к учебному году. Кто-то показывал, как умеет читать до десяти. Вот маленькая Оля выучила стихотворение. Да не простое, а на белорусском языке. Отсумела лето голосами, Отспевала у пушки и у бары. Глаз залился звонко голосами, И за партой сели мы сябры. Прозвенел звона, укронют карана. И отразу классовое затих. Будем мы учиться все старауны И слухаться наставников своих. Ребятам и их родителям надолго запомнится этот волшебный праздник, А подаренные портфели станут хорошим началом школьного пути Для будущих первоклассников. Оля, да! Оля, да! Оля, да!